Что касается Украины и лидера Украины, то я думаю, что абсолютно уверена, что Порошенко это временная фигура. Что сейчас это вот все те люди, которые там, вернее, ну людьми, я их назвать не могу, не люди, да, которые там сейчас пытаются строить политику. Очень много ошибок, мягко говоря, совершается очень много ошибок. Очень много действий, которые, ну, просто античеловечны, скажем так. Более того, человек, который приходит к власти, он не может не понимать, что за каждый шаг, что за его спиной стоят люди, живые, реальные люди. И за каждый шаг, который он делает, ему придется впоследствии отвечать. И то, что сейчас там льется кровь, и то, что сейчас, то есть я не говорю даже про, так сказать, восточную часть, а то, что происходит в самой Украине, то есть то, что сейчас просто искусственно затыкаются рты людям, которые там живут, то, что сейчас люди не имеют права голоса, и они ничего не могут сказать, это страшно, и это неправильно. И к власти, если там к власти не придет миротворец, не придет человек, который будет реально отвечать за интересы людей, который реально станет не спиной, а лицом к людям до тех пор, пока этого не произойдет, к людям, которые там живут на Украине, ничего хорошего не будет. Порошенко абсолютно, я уверена, это временная фигура, потому что это бизнесмен, и мне кажется, что лучше бы он занимался все-таки Богданами, конфетами, там, то есть, вот, так сказать, я вообще не представляю себе, вот, как бы я так периодически задумываюсь о том, как этот человек вечером засыпает, вот, вот, как вот, мне кажется, мне кажется, что спит он очень беспокойно, и как он утром просыпается, и вообще о чем он думает, вот, как бы, хотелось бы, так сказать, увидеть его утром, днем, вечером, то есть, вот, не представляю, не представляю, мне кажется, что, вот, я бы сошла с ума, просто, вот, любой реально мыслящий, трезвомыслящий человек, 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 который думает о людях, которые живут в его стране, а он обязан это делать, потому что, коль скоро ты пришел к власти, значит, ты должен, прежде всего, повернуться к людям, встречаться с людьми, общаться с людьми, узнавать, что им нужно, что они хотят, и только так, только на основании этого строить свою политику, а когда ты, у тебя люди отдельно, мухи отдельно, котлеты отдельно, и ты там что-то, так сказать, куда-то там смотришь на запад, и под диктовку запада делаешь какие-то, так сказать, вещи, которые просто античеловечные, но здесь ничего хорошего не будет.